МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кадровые перестановки, обновлённый состав правительства, озвучит сегодня Виктор Томенко. Без крова, что стало причиной многочисленных пожаров в районах края в минувшие выходные. Наверное, разжигали или что, вот костёр пошёл с этого. Все возрасты покорны, чем удивляли посетителей на дне науки вузы края. Роботы начинаются от стиральных машин до искусственного интеллекта. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сильный ветер и сухая погода стали причиной многочисленных пожаров в Алтайском крае. От огня пострадало село Володарка, сгорел дом в Новоалтайске. Сильный ветер осложнял тушение отдельных пожаров в частном секторе Барнаула. Кроме того, очевидцы сообщали в соцсетях о горящих в разных районах края полях. Но самый крупный, к тому же обросший многочисленными слухами, пожар произошёл 13 октября в селе Кубанка Калманского района. По первым сообщениям, приходящим от жителей села, от пламени сгорело 4 жилых дома и школа. Но наши корреспонденты, прибывшие на место происшествия, убедились, что школа ЦЛА сгорела 2 дома на 4 семьи. Без крова осталось 8 человек, в том числе дети. Их разместили сначала в школе, затем по домам знакомых и родственников. По словам очевидцев, пожар начался в полях около полудня. Там вообще охотники стояли. Ну, вот как, наверное, разжигали или что, вот костёр пошёл с этого. Пошёл через полей тут, ну, пожарники. Наши трактора понаехали. В МЧС поля были опаханы защитной полосой шириной в 6 метров, но это не помогло. Сильный ветер перекинул огонь на деревню. Наряду с домами сгорело множество надворных построек вместе с запасами на зиму сена и дров. Подробнее о субботних пожарах смотрите в нашем вечернем выпуске. Новый состав правительства озвучивает в эти минуты губернатор Виктор Томенко, депутатом Краевого ЗАГС Собрания. Напомним, в ходе кадровых перестановок в правительстве края своих постов лишились зампредседателя правительства Надежды Капура и глава Министерства труда и соцзащиты Михаил Дайбов. Они написали заявление об увольнении по собственному желанию. А с сегодняшнего дня тоже по собственному желанию. От обязанностей освобождены ещё два чиновника. Министр образования Александр Житких и вице-премьер Андрей Щукин. Отметим, что уже с субботы, 14 октября, обязанности министра образования исполняет Максим Костенко, ранее возглавлявший Институт повышения квалификации работников образования. Подробнее о том, кто займёт остальные вакантные должности, расскажем в вечернем выпуске. Бейчане просят помочь в восстановлении поклонного креста, который был разрушен вандалом. Очевидцы сообщают, что накануне неизвестный мужчина в камуфляжной форме разбил мраморную плитку, затем подрезал основание креста. Полиция ищет преступника. Крест был установлен в январе этого года на деньги местного пенсионера Анатолия на самом высоком месте в Бийске. Недавно он начал строить лестницу к священному месту. Сейчас крест укрепили металлическими пластинами, но это лишь временная мера. Мир науки может быть совсем нескучным даже для школьников. Это доказали на фестивале науки, который проходит в эти дни в краевой столице. Ведущие вузы края подготовили сотни площадок. На самых интересных побывала Ирина Харитон и узнала, зачем делают роботов в университетах. Танцующие роботы и системы, повторяющие движения человека. Так просто, без страшных математических алгоритмов и формул, дети знакомятся с миром робототехники и радиофизики. Мы ориентированы на то, чтобы каждый из них потрогал, попробовал, поговорил с преподавателем, со студентами, чтобы на самом деле он почувствовал дух университета. После вводных лекций сразу к испытаниям моделей. Внимание детей больше всего привлекает система, сканирующая движение человека. Если таким роботом можно управлять движением рук или ног с помощью считывающего датчика, то другого робота заставить танцевать можно только по заранее заданной программе. Но важно не только развлечь школьников, но и объяснить им, как работает такая машина и из чего она состоит. Показали конструктор, из какого конструктора его собираем. Еще рассказали, что роботы начинаются от стиральных машин до искусственного интеллекта. Для школьников постарше подготовили доклад о медицинской физике, как работает рентген, томография и УЗИ. А здесь школьникам объяснят, по какому принципу звук, изображение и даже команды для робота передаются через Wi-Fi. Все это вызывает любопытство у многих, но по-настоящему увлеченных единицы. Как отмечают сами преподаватели, сейчас детей больше привлекают гуманитарные науки. Но даже с самой небольшой аудиторией в УЗИ готовы работать уже сейчас. Мы таких одаренных детей, увлеченных, готовим как раз к каким-то позициям. То есть всех невозможно подготовить к тому, что нам нужно, но вот единицы встречаются и довольно-таки приятные ребята. Пока фестиваль больше всего похож на развлечение, но возможно именно таким путем юные дырования приобщаться к непростому миру науки. Ирина Харитон, Александр Антропов, Наши новости. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Валар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Валар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Края переменная облачность преимущественно без осадков. Плюс 10 днем ожидается в Камни-Набии и Кулунде около 12 градусов выше нуля в Зминогорске, плюс 13 в Бийске и Олейске. В Барнауле днем до 12 выше нуля и юго-западный умеренный ветер. Опоминайте телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня все новости к этому часу. Полная картина дня в вечернем выпуске.